Добрый вечер, Сергей Валерьевич! Добрый вечер, Алексей Валерьевич! Вы курируете в администрации, наверное, самые значимые направления. Мы сегодня постараемся коснуться всех вопросов, которые интересуют наших жителей. И давайте начнем все-таки с санитарной очистки города. Сегодня есть, скажем, и в соцсетях информация о том, что с некоторых контейнерных площадок мусор выводится там не своевременно, где-то нарушаются какие-то графики. Расскажите, какова ситуация сегодня? Как мы сегодня очищаем город? Уважаемые телезрители, уважаемые жители нашего города, на сегодняшний день на территории города Симферополя расположено 3,5 тысячи контейнеров для сбора ТКО. А также имеется 1600 контейнерных площадок. На уборку города выходит муниципальное предприятие под названием МБУ «Город» и «Экоград». Вообще уборкой городской сети у нас занимается единый региональный оператор «Крымэкоресурс». У него по прямым договорам работают пять компаний, которые занимаются вывозом контейнерных площадок, вывозом мусора с территории нашего города. Наше муниципальное предприятие, это «Экоград», вывозит львиную долю, я скажу, где-то до 80% мусора с контейнерных площадок. Большая проблема у нас в городе состоит в том, что на сегодняшний день у нас очень много контейнеров объемом 1.1 пришли в негодность в связи с тем, что давно эксплуатируются, жгут. Ну и другие варианты, которые не буду их даже перечислять. На сегодняшний день мы по городу выставили 150 новых контейнеров металлических, вы, наверное, видели, это изготовил наш УФСИН Симферопольский. И закуплено 650 контейнеров объемом 1.1. Сейчас они собираются, я думаю, что в течение двух-трех недель эти контейнера будут расставлены по тем контейнерным площадкам по городу, на которых вообще нет или их там не хватает. Потому что каждая контейнерная площадка у нас была рассчитана на количество жителей, которые проживают в окрестностях, для того, чтобы они заполняли ее. На уборку специальных, выходит на уборку специальная техника у нас. Сокограда уходит ежедневно, они работают две смены, день и ночь, 22 машины. На сегодняшний день, конечно, это не хватает, но мы стараемся поддерживать чистоту в городе. У нас есть планы договоренности с руководством республики, что в конце июня месяца нам должны закупить еще достаточное количество единиц техники, для того, чтобы мы решили этот вопрос уже полностью. То есть, на ваш взгляд, необходимы еще и контейнеры, и техника для того, чтобы весь город мы увидели изменения, да? Мы на сегодняшний день хотим предложить устройство заглубленных контейнеров объемом до 5 кубических метров. Это в тех местах, где люди годами привыкли, что там стояли какие-то мусорные контейнеры, и они по памяти выносят туда. Поэтому по проспекту Победы, в частности, ну и другие адреса, я перечислять их сейчас не буду, поэтому мы работаем над этой темой. Мы уже объехали, определили места, потому что вы знаете, чтобы сделать какое-то строительство, обустройство, необходимо знать, что там нет внутренних сетей. Поэтому этим вопросом мы тоже занимаемся. Что касается стихийных навалов мусора, их тоже в Симферополе немало. Вот пользуясь случаем, уважаемый Александр Александрович, хочется попросить наших жителей. Это вот в основном у нас этот вопрос касается частного сектора. Жители, когда наступает потепление, будем так говорить, да, начинают наводить порядки у себя на территории. В садах, там, в виноградниках. Начинается тотальная обрезка веток с деревьев, и они начинают выносить на контейнерные площадки. Я вот предложение такое давал и председателям ТОС, и старших домов, и ТСЖ, ТСН, ну, у нас много различных форм управления. Чтобы, если люди действительно собираются это делать, мы это можем организовать в виде субботника. Субботника в каком ракурсе? Мы можем по заявке привезти туда крупногабаритные наши контейнера, под названием их в народе называют лодочка. Мы их установим, и вот эти все ветки, они будут люди складывать сюда, просто машина подойдет, заберет, этих навалов будет меньше. Почему это делается? Потому что, вы же понимаете, крупногабаритный мусор, это окна, двери, ветки, мебель. Их же невозможно положить в контейнер размером 1 на 1 куба, правильно? Поэтому они рядом все складывают, но у нас же люди еще, культура нашего поведения, отношения к этим вещам еще не на таком высоком уровне. Поэтому хочется попросить всех людей, необходимо где-то сделать ту или другую работу. Позвоните, есть контактные телефоны, есть сайт администрации. Мы с удовольствием поможем с помощью наших операторов, наших перевозчиков, наших вывозов вот этого мусора. То есть в комплексе определим вопрос, я думаю, устраним, что этих навалов будет как можно меньше в городе. Вот тоже вопрос, который, я думаю, интересует жителей города, тоже тех, кто интересуется санитарной очисткой. Мы знаем, что несколько лет уже назад был закрыт наш полигон твердых бытовых отходов в Каменке. Там уже на протяжении этого времени продолжается рекультивация. Что там сегодня происходит? Когда закончится рекультивация? Да, рекультивация продолжается у нас уже третий год. Этот год будет завершающим. В декабре месяце все работы должны быть завершены. Что там сделано? Сделано... Определено тело полигона. Его засыпали пирогом, так называемым. В конце концов он будет накрыт кожухом таким объемным. Сверху будет засыпано черноземом. И будет высеяна трава. Кустарники. То есть это будет холм. Огромный холм. Из которого там по трубам, которые выведены из скважин, которые сделаны в теле полигона, путем там лосов очистных сооружений, будет производиться очистка той необходимой продукции в виде там вода, сжигания газа. Эта вода будет очищаться по этим лосам. Этой водой можно будет поливать эту траву, которая будет расти на полигоне для того, чтобы она принялась и хорошо прижилась на месте. По срокам что-то можем говорить? Я же сказал декабрь 2020 года. Окончательный срок. Это принято решение. Это определено контрактом. Поэтому я думаю, что мы с этим справимся. Вот по итогу, что на этой территории будет? Вот когда работы завершатся, что увидят жители Каменки? Ну будет такой достаточно огромный холм, засеянный травой. Я думаю, что с годами он все-таки начнет оседать, потому что время, весь этот мусор, который начнет спрессовываться и будет оседать. Но потом посмотрим. Там будет зеленая зона. Я думаю, что мы там наведем все-таки совместно с жителями Каменского массива в этом, там недалеко же лес, такой лесной уголок. Наведем порядок, а может в перспективе сделаем обустройство этого. Будет зеленая зона для отдыха. То есть там можно будет прогуливаться, да? Конечно, Александр Ильич. Там достаточно очень будет прилично все сделано, все в современном стиле. Поэтому я думаю, жители Каменки будут довольны, что они наконец-то дождались этого такого момента, когда этот полигон не горит, не пахнет. Будет у них хорошо так же, как у нас в городе. Каменка, еще один вопрос. Мусоросортировочный завод. Насколько я знаю, его строительство уже завершено. Это так? Да. У нас построен на улице Жени Дерюгиной 30, по памяти, помню, построен мусоросортировочный завод. Но я вам сейчас могу сказать, там пока решение по открытию его не принято, потому что там идут вопросы, которые связаны там с судебными разбирательствами. я в это не вникаю сильно. Я считаю, что мусоросортировочный завод нам необходим. В этом месте или в другом месте. Потому что и выступление нашего президента сказано, что мы должны заниматься вопросом экологии. А в этом большом слове экология, там у нас и мусор, и сортировка. Поэтому я считаю, что нам необходим городу мусоросортировочный завод. Это и рабочие места, и тот же пластик, который, извините, в земле, у него очень продолжительное время для распада, понимаете. А так будет сортироваться бумага, стекло, пластик. Я считаю, что это будет хорошо и нормально. На ваш взгляд, изменится как-то экологическая ситуация в городе, в том числе и вопросы санитарной очистки, если этот завод будет все-таки введен в эксплуатацию? Александр Михайлович, я вот вам хочу сказать еще раз, как будет принято решение, как ему будет определено окончательное место расположения, и тогда можно будет говорить. Конечно, если бы это было вот на сегодняшнем месте и времени, конечно, это был бы большой плюс, во-первых, уменьшается плечо подачи, вывоза мусора с города, это большой плюс. Или нам ездить на полигон Тургеневский, который расстояние туда 48 километров, или ехать на расстояние 12 километров. Ну, понимаете, надо, конечно, учитывать мнение жителей Каменского массива, поэтому они и так многие годы терпели, будем говорить, полигон, который сейчас рекультивирует, и тут такой тоже вопрос стал. Поэтому вопрос этот сейчас открыт, но я думаю, что он в скором будущем будет решен правильно, и у нас в городе станет намного чище, потому что он необходим нам. вот немаловажный момент, это все-таки мост по улице Гагарина. Мы знаем, что у нас ремонтировался в этом году мост по улице Толстого, уже завершена, по-моему, практически, и этот ремонт, там уже давно этот мост проходимый транспортом. По улице Гагарина, какая там ситуация, что там планируется сделать, и когда планируется завершить эти работы? Ну, насколько мне известно, там начали проводить ремонтные работы, и когда вскрыли, там были дефекты, трещины в центральных вот этих опорах, балках, поэтому принято было решение, коль начался ремонт, нужно их поменять. Это были обстоятельства непредвиденные, да? Непредвиденные, да. Мы начали заниматься ремонтом моста непредвиденно, потому что были выявлены эти дефекты. Было заказано подрядчикам 22 опоры этого моста. Сейчас 20, кажется, привезены, они уже, они устанавливаются. Я думаю, что к апрелю месяцу работы эти должны быть выполнены, потому что, конечно, неудобства доставляют всем жителям, проезда у нас нет, поэтому я извиняюсь тоже перед жителями, что ну так получается, ну давайте лучше сделаем все это, чтобы было капитальный, ремонт выполнил в полном объеме, чтобы мы никогда не задумывались уже на несколько лет, да, что мост будет в техническо-исправном состоянии, это все будет, тоже пойдет на благо нашей дорожной сети и удобства жителей города. Вопрос ремонта дорог всегда для жителей Симферополя интересен, актуален, давайте, наверное, начнем все-таки с того, что было сделано в прошлом году, в прошлом году, да, у нас, по-моему, улица Александра Невского была серьезная, был серьезный капитальный ремонт, скажите, что удалось вообще сделать за прошлый год в направлении дорог? Ну, вы знаете, у нас в прошлом году в рамках реализации регионального проекта Дорожная сеть и национального проекта Безопасные и Качественные дороги были выполнены ремонты улиц, вот вы сказали, по безопасным и качественным дорогам было выполнено 18 улиц, а по нацпроекту было выполнено Это минувший год, да? Да, минувший год, 19-й, да. Было выполнено, кажется, 6 дорог, вот точно я не могу помнить. На сегодня все дороги выполнены, ну, там были у нас проблемы с подрядчиками, много было замечаний сделано, подрядчики в своих гарантийных обязательствах обязуются устранить. Как правило, вот что это за проблемы? Ну, я вам скажу, по Александру Невского вот комиссии было выявлено недостаток в плотности плитки, которую положили на пешеходные дорожки. Она проходила экспертизу, и это дело было выявлено, и в рамках обязательств подрядчику было предложено переложить всю эту плитку. Ну, наверное, все, многие жители города Симферополя все это, ну, видели. То есть подрядчик за свой счет будет перекладывать за свой счет. И сейчас, как только наступят теплые дни, плюсовая температура, я думаю, что и подрядчик будет перекладывать все асфальтобетонное покрытие по улице Александра Невского. Ну, такое решение принято. На сегодняшний день, на 2020 год, у нас практически уже согласован список с Министерством транспорта по безопасным качествам дороги. Это будет 20 улиц, у нас это Садовая. Это нынешний год, да? Да, на нынешний год. Крымской Правды, Баррикадная, Суходольная, Мичурино, Парково, Суворовский спуск, Казанская, Ухтомского, Джанкойская, Чакрак, Проезд кладбищу Обдал, Белая, Школьная, Проездная, Багажный, Житково, Южная, Атомоэкзостральная и Жирово. Достаточно много улиц в ремонте. 20 улиц. Это, они протяженностью будет более 13 километров и сумма там будет 353,5 миллиона. А по национальному проекту дорожная сеть у нас будет еще плюс к этому списку еще 11 улиц. Это будет улица Ломоносова, Марина, Народный переулок, Марина, улица Промышленная, Промышленная, Щаденко, улица Буденного, Заводская, Новикова, Эстонская, Лихова, Москалева, Героев Сталинграда, производственная, и улица 2-й Брагедской армии. Это будет протяженность более 12 километров, там почти 13, и общая сумма тоже будет 430 миллионов. То есть это достаточно большие средства? это большие средства, общая сумма будет там 784 миллиона, то есть это действительно это серьезные деньги. Я думаю, что мы с этим вопросом непростым должны справиться, и мы справимся, потому что мы должны работать для людей. Вот на ваш взгляд, это все-таки больше, чем было сделано в минувшем году? Да, это объем больше. Минувший год, сколько средств было примерно затрачено на все дороги? Ну, минувший год это было в районе 500 миллионов затрачено. То есть уже априори это было меньше, да? да. У нас есть динамика роста, поэтому рассматриваются там различные варианты и предлагают единого оператора для ремонта дорожной сети города. На ваш взгляд, это удобнее будет? Вы знаете, конечно, спрашивать или с одного человека спрашивать, да, с одной компании, или спрашивать это с нескольких компаний, у которых есть свои подрядчики, это своего рода не очень удобно. Поэтому я считаю, что это тоже правильное решение. Я думаю, его нужно добиваться и воплощать в жизнь. Будем надеяться, что действительно в нынешнем году дороги будут делать более качественно, чем в прошлом, и что все-таки все, что было в прошлом году сделано не так, как положено, не по стандартам, все-таки исправят в нынешнем году за свой счет эти же подрядчики. Да, у них есть в гарантийных обязательствах эти пункты, по которым они должны устранить все выявленные недостатки, которые выявляют комиссионно работники администрации дорожной сети, работники ГБДД, там целая комиссия есть у нас по принятию этих участков дорог. Сергей Валерьевич, к сожалению, наше время программы подходит к концу. Большое спасибо, что нашли сегодня время и пришли к нам в студию. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что сегодня гостем программы «Лица столицы» был Сергей Титаренко, заместитель главы администрации города Симферополя. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания.